Сегодня в Рунете активно распространилась информация о том, что российский легковес Хабиб Нурмагомедов травмировался и снялся с боя против Тони Фергюсона. Помимо этого, в качестве якобы доказательств были приложены слова американского журналиста Ариала Хильвании. Страшные новости. Хабиб Нурмагомедов получил травму и выбывает из главного события UFC 209. Однако эта информация была придумана горе фанатами и не соответствует действительности. Хабиб активно готовится к бою против Тони Фергюсона. Уважаемые наши болельщики, нет никакой травмы, все в порядке, ждем боя, заявил отец Хабиба Абдулмана. Мой брат Орел, никакой травмы нет, слухи, написал брат Хабиба Умар. Мэнни Пакьяо и Амир Хан на своих аккаунтах в Твиттер подтвердили, что ведут переговоры. Отметим, что среди возможных соперников Пака также рассматривается австралиец Джефф Хорн. Поединок планируется в конце апреля в Австралии или в Арабских Эмиратах. Ранее эти бойцы тренировались в одном зале и были спарринг-партнерами. Напомним, что Пакьяо в своем Твиттере проводил опрос, в котором Хан одержал победу. Советник филиппинца Майкл Конс заявил, что имя оппонента вскоре будет объявлено. Знаменитый экс-чемпион мира, а ныне промоутер Оскар Далахоя уверен, что в реванше его подопечный Сауль Альварес легко победит Флойда Мэйвезера. Напомним, что в 2013 году Каннелло проиграл Мэйвезер в абсолютно одностороннем поединке. Если Флойд вернется и захочет большой бой, то единственный парень, с которым он сможет это сделать – Каннелло Альварес. В глубине души я даже верю в это, что Сауль победит его довольно легко, а может даже и нокаутирует. Что касается обсуждаемого боя с Макгрегором, думаю, он никогда не состоится. UFC просто этого не допустит. С чего бы им позволить своей крупнейшей звезде Макгрегору выходить на боксерский бой? Мэйвезер сделает его на классе, был бы скучный бой и легкий для Флойда. UFC этого не нужно, считает Оскар. А с вами был канал Fight Today, подписывайтесь на наш канал, самые свежие новости из мира бокса и ММА.